Итак, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о наших российских командах, выступающих в Еврокубках, и сосредоточимся на Зените, который узнал своих будущих соперников по групповой стадии Лиги Чемпионов — это Мальмо, Ювентус и Челси. Ну и давайте сосредоточимся на скандинавских фанатах, на шведских болельщиках Мальмо, узнаем, что они думают о грядущем противостоянии с Зенитом. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комментарии на данную тему, ну а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод этих комментариев для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы посоветовать вам сайт pinup.ru. Это абсолютно легальный букмекер, и здесь у вас не будет никаких проблем с выводом средств, с тем, чтобы найти какой-то матч для ставки. Здесь очень широкая линия, здесь множество разных вариантов, на кого ставить, как ставить и так далее. И здесь очень гибкая система бонусов. Кстати, некоторые бонусы вы можете получить лично от меня. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте pinup.ru, а также введете промокод, указанный в описании к этому ролику, то вы получите бонус. Это фейбет до 3000 рублей. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги на ставках, ничем вообще не рискуя, просто на фейбете. Педа Крул написал. Будем бороться с Зенитом за третье место. Ну, мне кажется, в группе, где есть Челси и Ювентус, это действительно реальная задача для Мальмю и Зенита. MVP написал. Сумеем ли мы показать хороший футбол против Зенита? Не знаю. Похоже на то, что русские единственные, с кем нам тут по силам потягаться. Но и с ними мы будем считаться аутсайдерами. 212-42. Зенит во многом сопоставим по силе с киевским Динамо. Пожалуй, немного посильнее, но непобедимым для нас он точно не является. Ну, недавно Мальмю уже встречался с киевским Динамо и показал себя неплохо, поэтому они и проводят аналогии между двумя постсоветскими командами. Кликс. Рад, что нам достался Зенит. С ними можно повоевать. Что самое забавное, примерно те же самые мнения появляются и у фанатов Зенита. Хорошо, что достался Мальмю, с ним тоже можно пободаться. Ситу Гранж написал. С Зенитом у нас есть хорошие шансы. Мы должны занимать третье место. Веллендж. Идеальная группа. Челси и Ювентус могут отнестись к групповому раунду с прохладцей. А с Зенитом надо брать 6 очков. Это, видимо, вот этот фанат собирается бороться за выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Ну, не знаю. Ну, касательно Ювентуса и Челси, конечно, теоретически возможно, что они на какие-то матчи выпустят полурезервные составы и отнесутся пофигистически. Но это произойдет только, если они заранее выйдут в плей-офф. Поэтому тут еще неизвестно, кому повезет. Как карта ляжет? Может быть, Зенит столкнется с топовыми клубами в тот момент, когда они уже решат все вопросы и выпустят не самые основные составы. А может быть, Мальмю достанется такая удачная карта. Посмотрим. Но это логично, учитывая, что Челси – это действующий обладатель Кубка Лиги Чемпионов. Кликс написал. Зенит – едва ли не лучший клуб, который мог достаться из третьей корзины. Так что, в целом, жеребьевку можно считать успешной. Марсел Кэррон. Встречаться с Челси и Ювентусом намного лучше, чем с пассажиром Манчестер-Сити. Ну и Зенит видится приземленным соперником из третьей корзины. Да, все могло быть еще хуже. Но я считаю, что эта группа проходимая за счет Зенита. Ну, проходимая, видимо, с намеком на то, что можно попасть в Лигу Европы. Посмотрим, опять же, кто окажется на третьем месте. Мэн Йонг написал. Очень счастлив такому жеребию. У нас есть реальный шанс оказаться выше Зенита. И даже Ювентуса, который уже не тот, что был прежде. Оптимистичнее здесь шведские фанаты ничего не скажут. Шчегал написал. Челси – это кошмарный сон. Ювентус сейчас на минималках. Но такого соперника тоже лучше было бы избежать. А вот Зенит из третьей корзины – это то, что нужно. Ну что ж, как-то недооценивать шведы Зенит. Будем надеяться, что питерская команда достойно ответит на такую наглость, что их недооценивают. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!